всем привет продолжаем пилить контроллер домена active directory на ubuntu server 2004 это третье и заключительное видео про его настройку ну и вообще быстрый быстрый старт то есть здесь мы не удаемся в подробности как таковые мы по соответствующей божественного качества инструкции от и до проходим весь путь от начала до рабочей среды которые вам безусловно ручками все равно придется допиливать под себя так закончили мы на том что подняли dns сервер подняли контроллер домена завязаны на этот dns сервер и ввели в него одну виндовую машину теперь финальный и самый важный этап это настройка dhcp сервера без dhcp сервера уж ваши устройства не смогут подключаться точнее не подключаться без dhcp сервера вы не строй не сможете настроить динамическую адресацию внутри вашего домена вам придется так или иначе ручками поддерживать актуальность dns зоны если вы захотите допустим поменяв принтер автоматом переключить все устройства на него или же бегать перенастраивать каждый компьютер или же править гпо короче куча 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 ненужного и бесполезного геморроя который при этом в маздайных серверах идет из коробки но мы помним что мы не хотим сесть за решетку поэтому маздаем мы либо не пользуемся совсем либо сокращаем его присутствие в предприятиях нашего малого бизнеса до минимума стандартная практика это когда хомяки все сидят на каких-нибудь лицензионных прошках а все остальное ездит под соответствующими линуксовыми решениями линуксовые решения точно также делятся под платные или же под бесплатные например контроллер домена можно поднять на zentiel и он ну в данный момент бесплатный и в нем пофикшены те баги которые заставляли которые не давали работать этой как его динамической адресации но например коммерческая версия zentiel стоит что-то там штуку баксов в год или что-то я там даже не помню но не суть здесь мы делаем полный аналог да он без интерфейс не без коробки он им сложно управлять но он работает он лицензионен вас за него не посадят вот продолжаем так во первых просто для наглядности посмотрим что даже cп сервера на все еще не работает даже не так вот у нас пусто ns 33 не имеет никакого ip адреса перезапускаем дальше cп клиент ну и не имеем ничего в сети дальше cп сервер на данный момент не функционирует пум 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 возвращаемся к нашей инструкции так надо сесть поудобнее так устанавливаем dhcp сервер isc dhcp сервер самбо пилится интеграция самбо пилится именно с ним для интеграции с другими dhcp серверами вам придется ну как минимум говно кодить это при условии что вы прекрасно знаете что делаете так создаем пользователя домена который будет работать с обновлениями для удобства когда я кому-то настраиваю я подписываю здесь там свой комментарий чтобы понять что это статья нас ну эта площадка настроена мною или же эта площадка настроена по моему руководству либо под моим руководством это сильно упрощает жизнь мы создали пользователя который будет отвечать за обновление dns зоны мы настраиваем этого пользователя добавляем в группу dns админов доменную и подготавливаем его учетку к осуществлению интеграции между dhcp сервером и dns сервером непосредственно обновление dns зоны будет делать наш скрипт так вот ой большущий скрипт нам нужно настроить права доступа к нему забэкапим конфиг и откроем конфиг 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 dhcp сервера удаляем содержимое и заменяем нашими данными так наверное показать проще на цветной версии адрес бруткаста нашей сети то есть вот здесь вот 1 0 1 255 1 100 1 100 1 100 1 100 диапазон 1 110 1 199 это все то что вы должны настроить под себя если у вас будет под сеть например 5 10 то у вас здесь будет 10 0 10 255 10 100 10 100 10 100 10 110 10 199 также вот здесь вот есть адрес ntp сервера он здесь в данной видео инструкции не настраивается для него можно будет сделать видос но в принципе настройка ntp сервера происходит тут 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 сейчас найдем так так нет ладно инструкция по настройке ntp сервера тоже имеется с красивенькой вот такой вот картиночкой все здесь расписано ntp сервер нужен для того чтобы у вас в сети все машины имели одно и то же время плюс-минус сколько-то макросекунд потому что служба времени это основополагающие вообще служба в интернете если время не синхронизируется то наступает жопа вот в общем ограничиваемся настройками вот этого вот кусочка кода сохраняем закрываем теперь редактируем правила автозапуска в конец файла добавляем вот эти вот разрешения перед закрывающей скобкой закрываем сохраняем так перезапускаем апармар перезапускаем dhcp сервер и теперь идем на наш линуксовый клиент перезапускаем на нем вот мы видим что-то мы получили перезапустив клиент вот он получил ip адрес 1.100 так host name ktl его зовут ag-темп-сервер-2 пытаемся припинговать этот сервер ag-темп-сервер-2 аллилуйя то есть теперь наша машина спокойно пингуется по dns имени и по полному dns имени то есть суть примерно такая на контроллере домена развернутом с помощью самбы на ubuntu сервер 20.04 у нас развернут также dns-сервер bind9 который обслуживает локальную зону контроллера домена параллельно рядом с ним развернут isc dhcp-сервер который проинтегрирован с dns-сервером и поэтому каждый раз когда dhcp-сервер получает запрос на выдачу адреса он получает с этим запросом имя устройства выдавая устройству ip-адрес и получая от устройства подтверждение то что она этот ip-адрес берет он модифицирует локальную dns-зону и вносит туда алиас определенного имени с определенным ip-адресом который он только что выдал и с этого момента все устройства в сети у которых dns-сервером прописан контроллер домена получают возможность обращаться к устройству только что получившему адрес по его имени если устройство меняет свой ip-адрес а другие устройства настроены на обращение по имени то для вас не изменяется вообще ничего dhcp-сервер обновит dns-зону и даже при постоянной смене ip-адресов если настроено было взаимодействие по dns имени вам ничего не нужно перенастраивать в чем косяк данной инструкции вот такой вот на коленке ну это уже не на коленке это уже основательный контроллер домена но тем не менее он не имеет каких-либо средств управления ни dns ни dhcp-зоной то есть если вы можете для того чтобы управлять доменными пользователями скачать rsat и рулить gpo-шками всем-всем-всем вообще короче на свете касаемо именно active directory то для того чтобы управлять dhcp лизы там выдавать не редактируя ну не путем редактирования текстовичков вот через консольку или же dns ну dns управлять точно так же не путем редактирования через консольку вам придется еще допилить сюда интерфейс это не предмет данного руководства но это будет рассмотрено позднее вот а так вы можете прямо сейчас начинать разворачивать малое предприятие на текущей конфигурации всем спасибо ставьте лайки подписывайтесь на канал заходите на сайт там очень много полезных инструкций до свидания до свидания до свидания до свидания